Всем большой привет! Друзья, относительно недавно я выставила пост в инстаграм, где у нас был просто потрясающий, по-моему, малиновый чизкейк, и все так слезно просили его приготовить, чтобы обязательно он появился у нас на канале. Давайте мы его приготовим. Только сегодня мы сделаем не малиновый чизкейк, а сделаем тропический чизкейк. Посмотрите, какие у меня потрясающие манго! Давайте вы вблизи на это посмотрите. Это не те вот эти вот дубовые манго, которые продаются в магазинах. Это манго индийский. Из Перу. Из Перу. Перуанский, так? Вот, перунский. Перуанский манго, и Алеша его купил на рынке. Вот, целую такую коробочку мы взяли, потрясающий, вкусный. Вот они вот здесь вот у меня стоят. Запах просто сумасшедший. Это все у нас идет в декор, это все идет у нас наверх. Поэтому я это пока откладываю. Вот, и делаем основу. Основа чизкейка, база чизкейка, все так же моя же. Вот, и единственное, что всегда можно играться со вкусами именно вот с верхним покрытием чизкейка. Итак, друзья, с чего начинаем? Мы начинаем с основы, вот с низа. Низа, вот это печенье. Песочная основа. Кое-кто сломал мой измельчитель. Ладно уж, не будем ругаться и показывать пальцем. И поэтому недолго я радовалась. Помните, как я радовалась какому-то дурацкому измельчителю? Опять у меня нет измельчителя и опять в ход идет моя скалка. Печеньки засунула в пакет, чтобы они там особо не разбрасывались по рабочей поверхности. И быстро-быстро измельчаем. Я люблю, когда основа измельчена очень-очень мелко, чтобы не попадался потом на зубок. Потому что, понимаете, чизкейк такая вещь, он очень-очень нежный, он такой сливочный. Если вы вот эту вот консистенцию кладете в рот, и у вас там какой-то кусок печеньюхи попадется, это вообще, конечно, не прикольно. Поэтому печенье измельчаем прямо в песочек, в пыль. Все. Видите, вот так вот мелко мы измельчили. Я притащила лист фольги, который нам понадобится. И дальше делаем. Что делаем? У меня здесь растопленное сливочное масло. И весь вот этот вот песочек мы насыпаем на масло. Я нацепила одну перчатку. Для того, чтобы вот это вот все перемешать ручкой. И сейчас будем этому утрамбовывать по дну кольца. Все хорошенько до однородности перемешиваем. Так, чтобы вот на любом участке мы взяли и могли слепить. Видите, и лепится. Кольцо 22 сантиметра. В этот раз я не... В этот раз и вообще всегда, когда мы в наше кафе делаем чизкейк, мы никогда уже не делаем по борта. Потому что получается, что печенюха там слишком много места занимает и вес имеет. Это не прикольно. Прикольнее всегда гостей и себя накормить именно чизкейком, правильно, а не печеньем. Поэтому мы немножко изменили свой ход действия, рецептуру. И теперь мы всегда насыпаем печенье исключительно на дно. Представляете, как мы вас всех любим, обожаем и уважаем, что вот такие вот вещи делаем. Все. Все, смотрите, я насыпаю сюда. И у меня еще есть такая... Ой, печенька отлетела и прямо на ресничку ударила. Подложка. Так как дна у формочки нет, то я сразу подложу сюда вот так подложку. Вот. И все. И пальчиками тонким-тонким слоем. Вот то количество печенья, которое у нас идет в рецепт, оно рассчитано так, чтобы покрыть полностью кольцо в 22 сантиметра тонким слоем, не толстым. Можно еще взять стаканчик с дном и стаканчиком тоже вот так вот помочь себе. Видите, как хорошо. И теперь кольцо вместе с печеньем убираем в мороз. Пусть постоит в морозе минут 10-15, пока мы будем вот это вот все взбивать здесь и потом достанем. Итак, друзья, смена образа произошла. Пока... О, духовка дошла до рабочей температуры. Пока основа у нас сейчас в холодильнике охлаждается, мы продолжаем готовить. Теперь непосредственно сам чизкейк мы делаем. Сегодня мы делаем чизкейк сыром, творожным сыром Алиметы. Друзья, весь Инстаграм был завален. Из какого же сыра все-таки мы делаем чизкейк? Сегодня у нас это будет творожный, нежный, сливочный сыр Алиметы. В Алиметы мне нравится что? Первое, то, что он не пересоленый, потому что очень много творожных и сливочных сыров, которые бывают пересоленые. Творожный Алиметы не пересоленый. И второе, он обладает очень нежной-нежной текстурой. То, что можно использовать и в крем, и то, что можно использовать и в чизкейк. Значит, также у нас сюда идут сливки. И продукты, все продукты, которые у нас идут в чизкейк, они не обязательно должны быть из холодильника. Они у нас могут быть и комнатной температуры, то есть температура здесь не важна. Итак, что мы делаем? Сейчас мы отправляем в дежу миксера, но чизкейк также можно перемешивать и вручную. Тут миксер просто для того, чтобы я вот это не делала. В дежу миксера мы сейчас отправляем сливочный сыр, мы отправляем сливки и далее все ингредиенты. Поехали! Итак, сыр у нас уже весь в деже находится. Я что делаю? Я сюда еще добавляю сливки жирные, сливки и сюда уже налила ванильный экстракт. Насыпаем сахарный песок и начинаем все это взбивать. Ребята, посмотрите, видите, как быстро масса у нас стала однородная, сливки вместе со сливочным сыром. Что мы сейчас делаем? По одному вводим сюда яйца, не прекращая взбивать. Все, ребята, все продукты у нас уже соединились и получается вот такая достаточно жидкая масса. Главное, чтобы она была однородная. Ребята, ну все, мы почти на финишной прямой. Вот та подложка, на которой я убирала в мороз нашу основу, видите, она не рассыпается ничего и достаточно твердая. Основу ставим с фольгой на противень и что мы делаем? Мы берем получившуюся вот эту массу нашу для чизкейка. То есть здесь мы, почему я говорю, что вы это вручную можете замешать? Потому что здесь нам не нужны никакие там ни пики, ничего такого, ни плотная масса, ни такая, ни сякая масса. Главное все до однородности соединить. Как я уже сказала, она у меня получается такая, достаточно жидковатая. Все, переливаем на основу. Все, это самый быстрый торт, наверное, по приготовлению, по времени, занятости ваших рук в процессе. Вот это вот реально рекордный торт. Это, наверное, ну максимум 15 минут. И то мои 15 минут с объяснениями и разъяснениями. Если бы я это делала без объяснения и разъяснения, это для меня все 5 минуточек были бы. Друзья, выпекаем. Как вы знаете, чизкейки я уже не выпекаю на противне вместе с водой, а ставлю в духовку противень, на который наливаю воду. Вот у меня сейчас там на дне стоит противень, на нем вода. И у нас образуется такая водяная баня. Ставлю 170 градусов и отправляем в духовку выпекаться. У всех абсолютно будет это разное время. Примерно плюс-минус 40 минут это будет занимать. И еще один момент. В некоторых духовках, в духовках у меня, например, вверх чизкейка очень быстро поджаривается. Это не значит, что он сгорел. Я вам всегда говорю, это офигенно вкусно, когда корка у чизкейка чуть-чуть поджаренная была. Но, например, в этой духовке корка у меня может не образоваться. Она там, знаете, один раз образуется, семь раз не образуется. Ну, то есть у всех по-разному. Это все от духовки зависит. У нас, например, в кондитерском цеху у меня чаще всего образовывается вот эта поджаренная корка сверху. Поэтому не переживайте, если она у вас будет, а у меня здесь, например, сейчас она не будет. Ничего не сгорело, ничего не подгорело. Это вот так вот, так бывает. Все, отправляем в духовку. Низ вверх включаем. На дно противень с водой и 170 градусов. Вот, а как он у меня будет готов, я вам покажу степень, какая должна быть, что вы знаете, что вот это вот все от чизкейки готов. Поехали! Вот, смотрите, сейчас я открою духовку и оттуда повалит пар. Ого! Видите? И вот на этом пару будет готовиться чизкейк. Вот на самом дне у меня противень. Ну, то есть он не на самом прям дне, да, стоит, а на нижних пазах. И в середину я засовываю свой чизкейк. Усё. Видите, смотрите, видите, сколько здесь у меня испарен. Всё. Закрываем. Примерно 40 минут. Итак, ребята, посмотрите, у нас прошло 40 минут. Мы достаем чизкейк. Видите, он от краев у нас так хорошо приподнялся. Когда я его трясу, вот трогаю пальчиком, такой достаточно плотный, но когда трясу, он слегка так вот дрожит. И больше всего дрожит у него серединка. Но он у нас уже готов. То есть вот эти края должны быть такие достаточно плотные. Видите, плотные они. Когда трясём, чуть трясётся, и он готов. И что я делаю? Я выключаю духовку, его туда засовываю и оставляю вот так вот, чуть с приоткрытой дверкой. Всё. Чизкейк должен у нас час постоять и охладиться. Итак, друзья, посмотрите, красавец какой у нас получился. Он уже охладился у нас в духовке, но всё равно он ещё тёпленький такой. И чтобы здесь не образовывался конденсат, а то многие, знаете, как делают? Берут пищевую плёнку, и когда он тёплый, они его покрывают пищевой плёнкой и убирают, стабилизируются в холодильник. Это самое большое нарушение. Почему? Не нарушение, а косяк, короче. Почему? Потому что под плёнкой начинает образовываться конденсат вода. И в итоге она всех капает на чизкейке. На чизкейке вот такие вот дреснявые всякие разводы бывают. В общем, это так нельзя делать. Зачем? Если холодильник чистый, там ничем не пахнет, зачем вообще затягивать его плёнкой? С чизкейком ничего не происходит. Итак, друзья, наши дальнейшие действия. Он остаётся у нас при комнатной температуре до тех пор, пока полностью не охладится. Вот когда мы трогаем и не ощущаем от него никакого тепла, тогда убираем его в холодильник. И в холодильнике часов 6-8 он должен хорошенько постоять. Лучше на ночь. Вот пусть он постоит, станет такой стабильный, твёрдый. И тогда мы будем его уже сверху покрывать теми начинками, добавками, в общем, какие мы хотим. В нашем случае это тропический. Всё. Пусть ещё постоит. Потом в холод часов на 6-8. И потом будем делать верхнее покрытие ему. Итак, друзья, как же мы сделаем наш чизкейк тропический? Всех с ума свела вот этот слой сверху нашего чизкейка ровный, красивый и невероятно вкусный. Давайте я вам сейчас покажу, как мы его делаем. То есть, как сделать чизкейк клубничным, тропическим, не знаю, фейхуашным ещё каким-нибудь. Это всего лишь нужно, основа-то она одна, всего лишь нужно залить вот этот сверху фруктовый слой. В зависимости от того, какой вы хотите. Я показала вам мои наивкуснейшие, невероятно, манго. Вы увидите, что сейчас в руке у меня один, потому что второй мы уже заточили. Вот. И сейчас что мы делаем? У меня вот здесь вот блюдечка в моём пюре манго, маракуйя и сахарный песок. Безусловно, всё это вы можете прогреть и на плите. Я поставлю всё в микроволновку на пару минут. Мне нужно, чтобы масса, ну, практически закипела, стала горячей-горячей. И чтобы сахарный песок весь здесь растворился. Итак, отправляю в микроволновку. И пока всё это у меня здесь будет происходить, я буду подготавливать манго. Да, и здесь у меня уже замоченный желатин. Что я делаю? Всё манго мне, наверное, не понадобится. Ну, в общем, сейчас посмотрим по ходу дела. Вот. И очищаем кожуру. И затем будем манго нарезать на маленькие-маленькие деликатные кубики. Ребята, посмотрите вот на эти краски цвета. Краски лета. Цвета лета. Обалденно, правда? Кстати говоря, у вот этого манго настолько тонкая кожура, что я её... Ты ела её? Я её тоже ела. Я этот манго ела с кожурой. Он обалденный. Она как груша. Да. Ну, вы знаете, что я маньяк манго. И в... Я не знаю уже, где только в каких странах я только это манго не ела. Я вам могу сказать, что самый вкусный манго, который мы кушали, это вот этот вот сорт. Да? Он также и там из Тенрифа нам его привозили. Там растёт. И самое ещё вкусное, это тайский. Вот вьетнамский манго мне не нравится. Вот расскажите мне, как вы к нему относитесь. Потому что мне кажется, что у него такой морковный какой-то вкус, да? И очень-очень много вот этих волосиков. Вот. А вот у этого манго этих волосиков вообще нет. Ага, всё. Я уперлась уже в косточку. Значит, и здесь очистим. Мы должны превратить в кубики. Я не люблю огромные куски, когда на чизкейке бывают. Мне нравится, когда вот такие вот деликатные, красивые. Смотрите, какая красотень. Итак, посмотрите, пюре наше горячее. Только что достала я его из микроволновки. Сахар полностью растворился. Ой. И теперь я беру кусочки манго. И, а, нет, давайте, знаете, что я сначала сделаю? Я сначала здесь желатин разведу. Отжатый, набухший желатин. Сюда забрасываем и распускаем его. Масса горячая, поэтому он сразу у нас здесь расходится. Ну и всё. И начинаем добавлять сюда вот эти... Ой, так, сейчас, секунду. Мне просто неудобно. Вот такой вот супчик, посмотрите, у нас получился. Манго суп. Манго суп. От манго-манго. Ой, я бы такой манго суп каждый день набит завтрак и ужин. Друзья, достала из холодильника уже охладившийся, стабильный наш чизкейк. Вот он плотный, белый. Вот такой вот красавец. И что я делаю? Я беру вот этот вот мангово-маракуевый супчик и просто сверху наливаем. Это просто невероятная красота. Солнце сразу у нас здесь в кольце образовалось. Посмотрите. Всё. Отправляем вот эту красоту сейчас в холодильник, потому что вот этот верхний слой у нас должен затвердеть. И последний, третий вход мой в камеру, в экран и окончательный, потому что у нас уже чизкейк стабилизировался, верхнее покрытие тропическое стабилизировалось. И сейчас мы будем вынимать чизкейк из формы. Вот. Итак, что мы делаем? Первое, что делаем, это избавляемся от фольги. Очень аккуратно, чтобы на дне у нас ничего не осталось. У меня вот она к подложке прилипла. С подложки тоже нужно её сковырнуть. Всё. И теперь берём узкий нож, нож-тыкалка. То, что я вам всегда говорю, что у кондитера обязательно на кухне должен быть вот этот тыкательный нож. Вот так вот сюда я его засовываю. Всё, прорезали. Ой, тут плохо, смотрите, прорезала. Красота! Ля фото! Посмотрите, друзья, шикардос же! Ребята, вы посмотрите на эту красоту. Вот этот вот тончайший-тончайший печенюшный слой. Невероятно вкусный чизкейк. И слой тропических фруктов. Это как пахнет! Представляете? Я не ожидала. У меня аж глаза на лоб полезли. Прям тропиками пахнет. Фантастичным. Ещё хотела ваше внимание вот на жопку обратить. Видите, когда тоненьким ножом мы вот так вот прорезаем, насколько идеально всё бывает. Давайте я его покручу, поверчу. Чтобы вы понимали, о чём идёт речь. Ваша любимая часть. Даже уже не моя любимая, потому что у меня уже от сладкого. Но это ваша любимая часть, друзья, специально для вас. Манго-кубики. Очень вкусно! Невероятно нежно! Это очень вкусно! Ребята, вы должны это сделать. Кстати говоря, у нас в кофейне все десерты, которые есть, неважно, макароны это или чизкейки, тропический вкус, он разлетается всегда в первую очередь. Почему-то все вот очень любят троп... Ну, наверное, мы на севере живём. Здравствуйте! Позвольте-ка. Сумасшедший, да, вкус? Я, кстати, боялась, потому что маракуйя я по отношению к манго в пюре положила больше, потому что у меня уже там всё, что в баночке на дне было, я уже всё вылила. Думаю, не буду граммульки эти хранить. И переживала, что будет очень кисло, вообще не кисло, да? Манго настолько крутой, что кажется, что он какой-то консервированный, какой-то обработанный. Да, то есть он не хрустит. Так же тает, как сам чизкейк. Да, то есть, вот понимаете разницу в чём? То есть если вы возьмёте то манго, которое будет продаваться просто там где-то, не знаю, в Ашане, в супермаркете, в любом... Ну, бывают такие, как огурчики. Да, они будут хрустеть, это вы не кайфанёте. Вам нужно именно вот такой вот манго с югов покупать, с Азии. Или же уж тогда, да, наверное, брать лучше консервированный, потому что вот тот будет хрустеть 100%. Всё, вкуснятина, невероятно. Приду, проверю. Вот это вот из тех рецептов, которые приду и проверю. Обязательно к пробе. Ну, или в конце концов уж к нам приходите и у нас это пробуйте, потому что невероятно вкусно. Всё, я напоминаю вам, что сегодня мы работали со сливочным творожным сыром Алиметы. Потрясающей консистенцией, консистенцией, многие, кстати, смеются над моим словом консистенцией, но я говорю консистенцией, просто я так быстро тараторюсь, что получается как будто консистенция. Вот, с нежнейшей консистенцией, которая идеальна для чизкейков. Я вам оставлю внизу ссылку на канал Алиметы, у них очень короткие и интересные такие видео, быстрые приготовления, всяких быстрых рецептов и десертов, и ежедневных каких-то блюд. Так что проходите, смотрите. Всё, друзья, обнимаю, целую. Рецепт на нашем сайте, и также в описании будет ссылка на рецепт. Пока-пока. Рецепт на нашем сайте.